Девушки отдыхают Это весной будет выбирать парламент. Это позиция ПКРМ в ответ на идею перейти к всенародному голосованию. Доходы молдавского населения все ниже и ниже. Эксперты говорят о снижении зарплаты и сокращении денежных переводов от мигрантов. Все это и многое другое подробно. Коалицию демократов и коммунистов исключать нельзя. По крайней мере, после сегодняшних переговоров ни те, ни другие отрицать этого не стали. Демократы готовы приветствовать в альянсе ПКРМ, если та поддержит европейский курс. Партия коммунистов, в свою очередь, пока не готова ответить взаимностью, но и отвергать предложение сразу не собирается. Либерал-демократы же завтра должны принять окончательное решение – идти или не идти на переговоры с бывшими партнерами по правящему союзу. У демократов сейчас в парламенте 19 депутатов, у коммунистов 21. Вместе это 40 голосов, которых недостаточно, чтобы назначить правительство. Да и не переговоры сегодня были, говорят демократы, а консультации, о которых либералов и группу депутатов Юрия Лянко предупредили. Тем не менее, отказываться от возможного союза не стоит, намекнули в ДПМ. Демократическая партия будет создавать коалицию и входить в большинство только проевропейское. В том случае, если партия коммунистов заявляет о своей приверженности европейским ценностям и цели, которые преследуем мы все, европейская интеграция, они и приветствуются в подобных союзах. Однако пока обсуждать это еще слишком рано, так же, как и заявлять что-то конкретное, поскольку в данный момент мы ведем обсуждение с нашими традиционными партнерами по формированию проевропейского большинства и ждем видения и позицию коллег из ЛДПМ, которые они должны озвучить завтра после Национального совета. Голосовать за проевропейское правительство или нет коммунисты пока не решили, но и отрицать эту идею они сегодня не стали. К тому же европейские ценности им не чужды. Сейчас мы ведем диалог, обмениваемся мнениями, поскольку слишком рано делать какие бы то ни было выводы. Кроме того, нам необходимо еще все обсудить и внутри партии, чтобы попытаться найти выход из этого политического, экономического и социального кризиса. Мы, коммунисты, не раз заявляли, что хотим построить европейскую Молдову у нас дома. Это, в нашем понимании, такие же условия жизни, как в Европе. Это означает, что у нас не должно быть бедности, что благосостояние граждан должно расти. Либерал-демократы консультациям демократов с оппозиционной партией не удивились. Это сценарий не сегодняшний, не вчерашний. Речь идет на самом деле об имитации переговоров с проевропейскими партиями. А планируется создание покладистого легкоуправляемого большинства, которое проголосует за удобное правительство. Сохранит нынешнюю систему, удержит контроль над институтами, которые должны быть независимыми. Ничего нового. Заявил для издания «Зиарл Национал» исполняющий обязанности председателя ЛДПМ Валерий Стрелец. Процесс пошел. Первый шаг к переходу к прямым всенародным выборам президента сделан. Запрос о референдуме в Конституционный суд подали сегодня либерал-демократы. Социалисты в то же время ожидали, что под инициативой подпишутся еще два депутата от ЛДПМ, однако этого так и не произошло. Теперь по закону в течение 10 дней судьи должны дать свое заключение, и через полгода можно проводить референдум или менять Конституцию в парламенте. После всех процедур следует, что данный проект будет готов в апреле-май 2016 года, а мандат президента Николая Тимофти стекает в марте. Соответственно, здесь появляется два месяца разницы, но мы абсолютно уверены, что этот парламент президента уже не сможет выбрать. Чтобы избрать президента в парламенте, необходим 61 голос депутатов. Ни у одной фракции сейчас нет таких ресурсов. А изменить Конституцию в парламенте без референдума могут как минимум 67 народных избранников. У социалистов и либерал-демократов вместе 43 голоса. Если идею прямых всенародных выборов поддержат коммунисты, в копе будет 64, которых все равно недостаточно. Но этого может хватить, чтобы инициировать республиканский референдум на тему всенародных выборов главы государства. Однако, далеко не все согласны с мнением социалистов. Президента в марте будут выбирать в парламенте. В этом заверил депутат от ПКРМ Артур Решетников. Таким образом, получается, что коммунисты не готовы поддержать идею всенародных выборов главы государства уже в ближайшее время. К тому же, совместную инициативу социалистов и либерал-демократов ПКРМ назвали «популизмом». В первую очередь, хочу отметить непонятную коалицию между социалистами и либерал-демократами. Это партнерство и дружба между Додоном и Филатом абсолютно странные. Хотя и не очень странные, потому что уже был прецедент, когда Додон проголосовал за Тимофти. В то же время, с точки зрения процедуры, это исключительно популистская акция, потому что в нынешних условиях глава государства, мандат которого истекает через несколько месяцев, согласно Конституции, должен быть избран по действующей норме. Это популистская акция, и мы сожалеем об этой неожиданной коалиции между либерал-демократами и социалистами. Однако коммунисты не отрицают напрочь возврат к всенародным выборам президента. Артур Решетников уточнил, что поправки Конституции можно обсуждать, но они вступят в силу в любом случае после весенних выборов главы государства в парламенте. Экстрадицию бизнесменам Виктора Ивериала Цопы запросило Министерство юстиции Молдовы. Эту информацию подтвердил министр юстиции Владимир Чеботарь. Он сообщил, что запрос Миньюс направил по просьбе правоохранительных органов. «Это обычная процедура. Есть несколько уголовных дел, по которым они осуждены. Эти решения являются окончательными и должны быть исполнены», – уточнил Владимир Чеботарь. Отвечая на вопрос, сколько будет длиться экстрадиция бизнесменов на родину, министр сказал, что все зависит от законодательства Германии, где сейчас находятся бизнесмены. Бывшего директора Государственной администрации гражданской авиации и экс-министра транспорта Виктора Цопу осудили на 10 лет тюрьмы в 2011 году по обвинению в шантаже. Предпринимателя Виарела Цопу обвинили в присвоении имущества Банка для экономии и приговорили к 8 годам лишения свободы в 2012-м. Оба приговора вынесли заочно, так как бизнесмены покинули территорию Молдовы. Они живут и занимаются бизнесом во Франкфурте на Майне, но также ведут дела в Молдове. Пресса писала, что предприниматели финансируют один из местных телеканалов, который сейчас поддерживает акции протеста гражданской платформы «Да». Информационную картину дня дополнит обзор событий в стране в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». На борту российского самолета, который потерпел крушение над Египтом, граждан Молдовы не было. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Министерство проверяло списки пассажиров и членов экипажа и не нашло среди них ни граждан, ни уроженцев Молдовы, уточнили в МИДе. Сегодня появилась информация госадминистрации «Дубосар» о том, что на борту аэробуса А321 находились жительницы города Дубосары Дементич Татьяна Викторовна и ее внучка Дарья Яцкова. Напомним, в субботу на Синайском полуострове в Египте разбился российский авиалайнер, на борту которого находились 224 человека, в том числе семеро членов экипажа. Все они погибли. Первых пятерых кандидатов президента Нацбанка заслушалась сегодня специальная комиссия. Следующих троих ждут в пятницу. Председатель комиссии по отбору кандидатов депутат Штефан Крянга заявил, что один из девяти претендентов снял свою кандидатуру. Речь идет о Сергею Якиме, который первым подал заявление об участии в конкурсе. Слушание кандидатов – это последний этап конкурса. Они проводятся за закрытыми дверями. Комиссия должна выбрать максимум две кандидатуры, которые предложат председателю парламента. По закону спикер представляет претендента на пост главы Национального банка парламенту, который большинством голосов его утверждает или отклоняет. Доходы населения Молдовы продолжают падать, говорится в последнем исследовании аналитического центра «Эксперт Групп». Специалисты подчеркивают, что снижение реальной заработной платы и денежных переводов из-за границы достигло предела. В августе показатель реальной зарплаты упал на 3% в сравнении с данными прошлого года. Объем денежных переводов из рубежа сократился за год почти в половину – на 47,3%. Нерадужные тенденции наметились с начала года и на рынке труда страны. По итогам января-марта показатель нетрудоустроенных граждан в стране увеличился на 70 с лишним процентов. В последующие три месяца негативные тенденции замедлились, и в апреле-июне число безработных в Молдове выросло почти на 14%. И еще одна новость в завершении. Православные ждут от Влада Филата покаяния и требуют отменить скандальный закон о равенстве шансов. Именно он стал источником всех бед, постигших экс-премьера. С таким заявлением сегодня выступила группа верующих во главе с председателем ассоциации проортодоксия Геннадием Волуца. Они считают, что только признанием своего греха перед Богом Филат может получить прощение народа. О том, что за закон о обеспечении равенства парламентария рано или поздно ответит, председатель ассоциации проортодоксия предупреждал еще в 2012 году. Так что арест лидера ЛДПМ он объясняет именно последствиями оскорбления чувств верующих. То, что случилось с господем Филатом, это пример того, что он принимал очень много законов, которые атаковали христианские ценности, православную церковь, наши чувства религиозные, как закон о не дискриминации, закон о исламизации, закон о культе, который тотально антиправославный. Теперь же представители ассоциации проортодоксия требуют, чтобы лидер ЛДПМ сделал все, чтобы отменить закон, который вызвал бурю возмущения у православных верующих. Мы повторно требуем, чтобы господин Влад Филат, который заключен под стражей, оттуда, где он сидит, запросил немедленно и полностью аннулировать закон номер 121 от 25 мая 2012 года об обеспечении равенства и подал все необходимые прошения, которые он подавал, когда просил одобрить этот закон. Адвокаты Влада Филата пока не отреагировали на требования православной ассоциации. Напомним, закон о равенстве шансов был одним из условий для подписания соглашения об ассоциации Молдовы и Евросоюза, в том числе и договора о безвизовом режиме. Закон о обеспечении равенства призван предупреждать и бороться с дискриминацией, а также обеспечивать равные права всем лицам, независимо от расы, цвета кожи, национальности, этмического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака. Запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется в сфере занятости и трудоустройства, гласит первый пункт седьмой стадии закона. Эта фраза и вызывает возмущение православных организаций. Такими были новости сегодняшнего дня. Подробную информацию о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на нашем сайте rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды. Я, Желеса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Приятного вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин